Как там обстановка в Кипянске? Плохо, очень плохо. Последнее время очень сильно. Стало хуже. Намного стало хуже, чем было. Ну а так в целом держимся. Ждем, когда нам кто-то поможет. А кто? Оружием, снарядами. Есть нехватка, да? Конечно. Каких боеприпасов? Мин. В основном всего не хватает. Надеемся, что все будет хорошо. 14 марта на день добровольца пошел военкомат. Но жена долго не хотела отпускать. Потом 16-го уехал уже с вещами. Ну и по сей день. А как настроение? Как настроение? Домой хочется. Надоело уже. Перезаряжай. Братанчик. Вы уже на 14 месяцев в армии. Ну это я, да. Я не с самого начала. Хотели бы, чтобы вас сменили? Конечно, да. Хотели бы, да. Я думаю, что где-то 80-90% бойцов хотели бы, чтобы их сменили. Да? Да. А кем? Ну, тоже мужчинами, которые годны служить. То есть сейчас получается, что миллион бойцов воюют за всю остальную страну. Кем заменить есть. Хотелось бы знать от нашего государства, когда это может закончиться. То есть какой-то ограниченный срок, сколько человек должен служить. Мы на это надеемся. Мы этого хотим. Потому что каждый хочет дома. У каждого дома есть семья. Дети. Дети скучают. Так же. Это тяжело. Психологически это тяжело. Нам нужно все. Автомобили нужны для боевых задач. Это как расходный материал. Сегодня есть автомобили, скажем, в первой половине дня. А в второй половине дня этого автомобиля уже нет. Поэтому автомобили нужны. Дрони нужны, однозначно. Боевые, снаряды. Да все нужны. Потому что у них это больше, чем у нас. Все, иди в Саш. Кайсавчик. Все. Пять пидаю. Заебавши тебе? Конечно, закупаю. Все, чувак кайсавчик. Пятьов чуваков завалив, нахуй, ебать. Пятьов чуваков завалив. По книжкам, по всему решту, по подручникам. При чисельности втрати больше 30% нас повинні виводити на відновление. Потому что подраздел уже не вважается боевым. Но так на сегодняшний день не есть. И мы выполним там завдание до великой кількости людей, которые там забирают трехсотами або один дай бог такими, что загинули. Поэтому тут говорить про то, что нас там, когда 30% из подразделов не стало, то нас виводят. Так не есть. Мы остаемся настолько, насколько можем еще быть корисными и выполнять хотя бы какие-то завдания. Люди втомлюются. Другой год – война, фактически. Поэтому, конечно, каждый хочет, чтобы его тут поменяли. Но на сегодняшний день ситуация такая. И мы видим, что в стране мобилизация идет не лучшим чином. И все понимают, что менять нас в будущем не скоро. Поэтому мы не собираемся силы, энергии, наткнение и работать дальше. У нас вариантов, в принципе, больше и нет. Острел! Вов, казальчик, ты шел? Да! Привет. archive www.amberung thatís